Здравствуйте, уважаемые слушатели! Продолжаем рассматривать темы дисциплины котельной установки и парогенераторов. Лекция номер 4. Системы и оборудование для сжигания топлива в котле. Я. Лектор Исаев Валерий Львович, кандидат технических наук, доцент кафедры энергетической системы. На предыдущей лекции мы рассматривали топливо и систему топливоподачи ТЭЦ. Вы, конечно, подготовили задания в виде тезисного изложения главных моментов, вопросов, изучаемых в этой теме предыдущей, и ответили на вопрос. Мы продолжаем. Технологический процесс подготовки топлива к сжиганию. Мы на предыдущей лекции рассмотрели, что топливо поступило к углеродным мельницам в галерее топливоподачи. Она подсушена, очищена от чужеродных негативных элементов, металлических включений, древесных отходов и прочее. И представляю себе относительно однородную для твердого топлива смесь. На сегодняшней лекции мы рассматриваем систему пылеприготовления, углерозмольной мельницы, принцип их работы, конструкции и область применения. Назначение, принцип работы и конструкции других элементов системы приготовления пыли, характеристики угольной пыли, схемы подготовки к сжиганию мазута и природного газа, горелочные устройства. Системы пылеприготовления. Для размола топлива применяют центральные индивидуальные системы пылеприготовления. Центральная, показываю вам на схеме, в виде стрелки. Центральная. Индивидуальная. И индивидуальная с промежуточным пылевым бункер. Особенность этих схем заключается в том, что в центральной схеме последовательно установлены все элементы, обеспечивающие подготовку топлива. В том числе, в четвертом я обозначаю бункер. И дальше подача топлива сжигающего устройства, топлива приготовления и в котел. Разветвленные по разветвленной линии параллельных включений этих котлов. Система подачи пыли. Центральная, индивидуальная с прямым вдуванием, мы конструкцию ниже посмотрим на следующем слайде, включает в себе последовательные среди элементов непосредственно вдувание этого топлива, непосредственный котел, связанный с этой системой. Но это невыгодно. Почему? Потому что нужно обеспечивать полный, непрерывный процесс подачи топлива. Как только возникает перерыв в подаче топлива, котел будет остановлен. А это аварийная ситуация, которая может быть устранена обеспечением непрерывности подачи топлива. А он обеспечивается с помощью накопителя. А промежуточным накопителем пыли является промежуточный пылевой бункер. Вот он устанавливается непосредственно перед приемочными устройствами пылесмешения пыли с воздухом, горелочным устройством. Поэтому такая схема является более надежной для обеспечения непрерывной подачи пыли в топку парового котла. Центральные схемы пылеприготовления всегда разомкнуты по сучке. То есть отработанный сушильный агент, вместе с некоторым количеством неуловленного топлива, сбрасывается в отрасль. Индивидуальная система пылеприготовления с прямым вдуванием отличается жесткой связью мельничного оборудования с отлом. И в индивидуальной схеме пылеприготовления с пронуточным пылевым бункером работа оборудования не зависит от работы котла, что является основным достоинством этой системы. Ну и другое достоинство является обеспечение непрерывности подачи за счет промежуточного бункера пылевой среды топлива для сжигания топлива. Для измельчения твердого топлива до нужной консистенции размер пыли, экономически обоснованный, обеспечивающий эффективное его полное сжигание, приближается к размеру 90 микрон. 90 микрон – это поперечники, максимальный размер той пылевидной частицы, до которой нужно вести топливо, поступающее от галереи топливоподачи. Вот для этой цели существуют мельницы, которые измельчают, перемалывают топливо до нужной консистенции, до нужных размеров частиц – 90 микрон. Мельницы различают молотковые, шаробарабанные, шаровые и другие мельницы существуют. Но в энергетике, на подготовке пыли в энергетических топливах, наибольшее распространение получили молотковые и шаровые барабанные мельницы. Рассмотрим конструкцию молотковой мельницы. На общей базе, показываем следующее, установлен приводной электродвигатель, который вращает вал мельницы, расположенный на двух опорах, подшипниковых, слева и справа. На валу молотковой мельницы установлены пилы стальные из стали 35 или литьевой стали, либо выпускаемой профильной стали. Это такие стальные пластины размером, в зависимости от размера мельницы, от 300 миллиметров до полметра. В результате вращения этих пил с закреплением на валу этой мельницы происходит накопление кинетической энергии пила. Для реализации этой энергии при взаимодействии с размельчаемой породой, с размельчаемым топливом, попадающим им по пути его траектории движения. В результате воздействия кинетической энергии происходит размельчение этого топлива, разбивание его, измельчение. Сушка топлива в мельнице осуществляется за счет подачи горячего воздуха. Вот, показываю вам направление подачи. Этот воздух подается для того, чтобы обеспечить вынос измельченных частиц на выход мельницы. Показываю вам выход мельницы. Наиболее тяжелые частицы недоизмельченного топлива не поднимаются, чтобы не хватает энергии для подъема этого топлива, частиц. И они оседают, попадают снова на домол под работающие виллы этой мельницы. Дополнительная сушка этого топлива, поступающего вовнутрь, обеспечивает его летучесть после домола и предотвращает слепание частиц в процессе измельчения. И вынос, естественно, этого топлива на выход в систему топливоприготовления и топливоподачи и пылеподачи к горелочным устройствам топлива. Ненастаток этих мельниц заключается в том, что в результате дисбаланса реактивных воздействий на вал и на опоры возникают шумовые нагрузки для окружающих и высокие механические динамические реакции на опоры и на фундаменты, в которых крепится основание данной мельницы. Электродвигатели перегружаются в результате неравномерного работы этих билл, потому что иногда попадет кусок билл, иногда мелкий кусок попадет. Разная энергия реализации, не окончательно реализованная энергия, накопленная биллом. Это все сказывается на динамике и активных нагрузках на фундамент. Поэтому в районе работы таких мельниц вы будете чувствовать дрожание почвы под ногами, фундаменты ближайших зданий разрушаются, шумовая нагрузка очень высокая, нужно одевать, вставлять беруши, специальные заглушители шума в уши эксплуатационного персонала. Но и второй момент неприятный, что биллы изнашиваются, и дорогостоящая сталь, особенно при измельчении абразивных топлив, расходуется в больших количествах и требует остановок мельниц для замены изношенных билл. Металл изношенный поступает, ну это железоуглеродистое соединение, он поступает вместе с пылью в топку и сгорает. То есть фактически биллы мы сжигаем, их тоже так же изнашиваем и сжигаем в топле, если так по прямому сказать, вместе с топливом, вместе с пылью в топливо. Вот особенности работы молотковой гулеразмойной мельницы. Рассмотрим конструкцию шаровой барабанной мельницы. Разрушительным элементом шаровой барабанной мельницы являются чугунные шары. Вот я показываю вам. Почему он называется шаровая барабанная? Потому что измельчение происходит в барабане самой мельницы, которая креплена слева, видите, опоры, и справа опоры этого барабана. Также подается воздух с одной стороны, и выход этого сушильного агента вместе с пылью на выходе из мельницы. Сам барабан вращается. Вот я вам показываю схему вращения барабана. Видите? Шары за счет кинетической энергии зацепления с поверхностью барабана изменяются в ее положении. Парабан обретает потенциальную энергию для того, чтобы потом парая превратится в потенциальную энергию, переходит в кинетическую энергию, взаимодействие в виде удара этих шаров по измельчаемой породе. Порода заполняет дно мельницы и постоянно за счет силы тяжести. Перемещается вместе с шарами и также осуществляет падение. То есть здесь два эффекта. Первое – падение самой шаров и воздействие их на размельчаемую породу. А с другой стороны, сами довольно крупные куски, если попадают, они поднимаются вместе с шарами и падают, самоизмельчаются при падении. Шум такой мельницы и реактивные нагрузки меньше, чем в барабанных мельницах. Но, однако, шум присутствует и износ шаров значительный, особенно при измельчении абразивных топлив или топлив с включением абразивных минеральных включений. Особенность этой мельницы заключается в определенной футеровке поверхности. Понятно, что раз происходит ударное воздействие шаров и самих падающих хрустов на внутреннюю поверхность барабана, тем более абразивные топливы могут быть износ за счет царапования, за счет ударного воздействия. Требования к металлам, конструкционным материалам, обмуровке поверхности этой мельницы значительны. И второй недостаток, что число оборотов в такой мельнице от 16 до 20 оборотов в минуту. То есть ограниченный механический режим работы его за счет снижения, повышать угловую скорость нельзя по определенным причинам. И это ограничивает производительность пылеприготовления таких мельниц. Теперь рассмотрим футеровку, то есть броня шаровой мельницы. Броня шаровой мельницы это довольно сложный опытом вырожденный уже, рожденный конструктивные решения и подборок материалов. Специальные чугуны обмуровывают вот этот барабан, показывают вам барабан, корпус барабана. Дальше идет простойка стальная и гасящие включения и сама броня. Броня устанавливается съемная для того, чтобы истечить ремонтопригодность и срок действия работы этой мельницы. Вращение барабана должно быть определенное. Здесь показывают направление установки броневых листов и направление вращения. Вращение происходит по часовой стрелке и наклон листов соответствует, повышается наклон его против движения вращения, направления вращения барабана. Указано сечение АА и вид, по которому позволяют оценить вот эти свойства брони шаровой мельницы. Здесь специальные выступы, которые устанавливаются с шагом 16 плюс 32 миллиметра и здесь 56 миллиметра. С шагом, если не в шахматном порядке, а если в шахматном порядке, то до 28 миллиметров и 16 миллиметров оси между каждыми соседними выступами в ряду. Но наибольшее распространение получила установка выступов шахматном порядке, а не рядовой. Потому что площадь, занимаемая выступами в этом случае, полтора раза выше, чем при рядовой установке таких выступов. Рассмотрим схемы пылеприготовления. Схемы пылеприготовления различаются на установке ШБМ с прямым вдуванием. Я вам показываю правую схему. Это с прямым вдуванием. Мы первую схему рассматривали с вами с прямым вдуванием. Вот это конструктивная реализация этой схемы. Когда непосредственно воздух и пыль поступают приемом в бункер, дальше идет топливная пылеподача и горелочное устройство. В горелочном устройстве происходит одновременно подача, показываем, стрелочка в воздух и поступает пыль. Дальше она в этом горелочном устройстве обеспечивает смешение этих среды. Образуется пыль и воздушная смесь, которая поступает в горелочное устройство. Вот это вот уже выход, зона сечения выхода пыль и воздушной смеси в поступление в топки. Вот почему таким вот образом и пюры движения этой смеси в топки. Но дело в том, что происходит здесь факел в топке, он оказывает давление на сечение самого горелочного устройства. И поэтому, когда выходят газы, это пыль с воздухом, они придавливаются и происходит деформация этих. Я показываю пюры, показанные желтыми линиями на выходе этой смеси в топки. Поэтому желательно, чтобы само движение вот это, здесь показано идеализированное ламинарное движение, а желательно, чтобы было турбулентное движение здесь, чтобы подогрев частиц происходил со всех сторон. За счет вращательного движения, вращательного поступательного, плоскопараллельного движения, и еще и вращательного вокруг топки, вихревые топки, так и называемые, для того, чтобы обеспечить разогрев частиц, их активное воспламенение по всей поверхности, по объему, а не по одной плоскости. А это обеспечено вихревым движением смеси и частиц в этой смеси. Второе, это установка системы приготовления с промежуточным бункером, преимущество, которое я вам сказал. Вот в данном случае, если мы бы рассматривали прямое вдывание, вот элементы прямого вдывания, но эффект заключается в том, что здесь недостаток, при прямом вдывании могут возникнуть перерывы подачи топлива или по воздушной пылевой смеси для обеспечения смешения с воздухом в ареаловском устройстве. Пылевой, дополнительный пылевой бункер позволяет сделать резерв подачи топлива через горелочные устройства. Рассмотрим оборудование пылеприготовления. Рассмотрим пример конструкции шнекового питателя пыли. Шнековый питатель пыли включает в себе корпус, в котором установлен на опорах вал шнекового питателя, который приводится электродвигателем. Я вам показываю стрелочкой, электродвигатель, ременная передача и навал, который вращает шнековый питатель. Вот, видно, да? Вход шнекового питателя сверху. Показан расту для подачи пыли. И внизу я показываю выход этой пыли. Ну, принцип простой, известный вам из бытового общения, когда шнековая поверхность перемещает любую среду, в данном случае пыль, в нужном направлении и выброс ее на выход. Сепарат от пыли. Одним из элементов оборудования пылепреставления является сепарат от пыли. Сепарат от пыли предназначен для того, чтобы отсортировать частицы пыли, экономически пригодные для сжигания, то есть до 90 микрон, от частиц пыли, которые не соответствуют этому требованию. Более тяжелые частицы при движении сепаратора пыли отводятся, показываю вам по схеме, как более тяжелые отводятся на домол в минус. Сам сепаратор пыли включает в себе два конуса. Наружный конус, показываю вам наружный конус, и внутренний конус. Между этими конусами, снизу, видите, я вам показываю, поступает пыль для сепарирования. Она проходит между этими двумя конусами, направляющие лопатки, вот я вам показываю здесь, направляющие лопатки, направляет ее, чтобы обеспечить центробежную силу, центробежную энергию этой пыли при движении по внутренним поверхностям сепара. Дальше, наиболее тяжелые частицы пыли обладают большей генетической энергией, поэтому за счет центробежной силы накопленные энергии, более тяжелые, они направляются вот в этот растут, пыли, в патрибах выхода этой пыли, на домол. А более легкие частицы направляются далее в пылевой бункер и непосредственно в устройство для сжигания. Циклон. Это вот центробежный, я вам рассказал, сепаратор пыли. И еще и существует циклонный тип. Он там тоже рассчитан на центробежных силах, его простая конструкция, я вам показываю, наружный конус, вращение, и пыль движется, значит, центробежной силы, вылетает вот на выход, видите. А более частицы опускаются вниз и уходят на домол. Вот некоторые элементы системы оборудования пылеприготовления. Виды угольной пыли. Немного повторимся и определим, что такое горючая пыль. Это дисперсная система, состоящая из твердых частиц с размером менее 850 микромеграмм. То есть 850 микромеграмм. Находящаяся в возвешенном или осевшем состоянии в газовой среде, способная к самостоятельному горению в воздухе нормального состава. Пыли по общей классификации коллоидно-дисперсных систем относятся к аэрозолям, в которых дисперсной средой является воздух, а дисперсные фазы – твердое вещество в раздрубленном состоянии. Пыль образуется при механическом измельчении твердых тел, о которых мы сейчас с вами, в оборудовании, которое мы с вами рассмотрели, а также при получении парышкообразных и пылеобразных веществ методами кристаллизации солида, сублимации. Осевшая пыль называется аэрогелем – пыль-гель. Пыль, находящаяся в возвешенном состоянии, называется аэрозолем – пыль-аэровзвесь. Аэрогели и аэровзвесь являются гетерогенными системами. Пыль горючих веществ является пожаро- и взрывоопасность. Концентрации, определенные концентрации пыли с воздухом окружающей среды, если они или в самом оборудовании, могут обеспечить самовозгорание и взрыв. Взрыв – это очень быстрое горение с выделением большого количества тепла и ударной волны. В отличие от сжигания, от горения, горение – это процесс окисления в химических элементах, сухородом воздуха, с выделением тепла. Другим неприятностями, негативным явлением угольной пыли и системой топливоприготовления и в галерее топливоподачи – это пыль, уделяемая транспортируемой топливом. Она вызывает дыхательные органы системы, человеческие организмы, неприятные и болезненные, запыление легких. Поэтому в данном случае кроме пожароопасности, взрывоопасности, опасным фактором пыли является вред для здоровья. Кроме того, есть и другие элементы вредности этой пыли, связанной с условиями залегания, близостью радиоактивных элементов в зоне залегания и так далее. виды угольной пыли. В угольных мельницах получают смесь частиц до 0,1 до 300 500 микромикровых. При грубом помоле бурых пыли даже до 1 миллиметра. Аэропыль смесь пыли с воздухом и топлива аспортируется по полифроводу. Но несмотря на это, есть описательное свойство пыли. Она слеживается, особенно в бункерах, и тормозит движение этой пыли по дальнейшему исследованию горелочного устройства. Качество пыли зависит от размера фракции, тонкость с помолами бурых, которая определяется по результатам рассева пыли на сито. Сито нумеруется по количеству отверстий на 1 сантиметр длины. Сито, например, номер 30, имеет 30 отверстий на 1 сантиметр, то есть всего 900 отверстий на 1 сантиметр квадрат. Для грубого помола бурых углей эксплуатационники используют сито с отверстием от 200 микрон до 1 миллиметра. А для тонкого помола каменных углей 90 микромикроб. Я об этом как раз и говорил с вами, что наиболее эффективным, экономически обоснованным размером пыли, которое указано в литературе Старикович парогенераторы электростанции проведены исследования, которые показывают эффективность, экономическую эффективность этого размера пыли. И она подтвердена работой котлов. Схема подачи подготовки мазута к сжиганию. Требования подачи и подготовки мазута к сжиганию усложняются погодными условиями. Во время летнего периода температура воздуха достаточно высокая и плотность мазута обеспечивает его текучесть. В зимнее время плотность мазута увеличивается. Поэтому для того, чтобы его транспортировать устанавливают специально в емкостях его хранения показывают специальный пароподогреватель. То есть пар от котлов по трубам поступает в земель веки, которые опущены в этот мазут. В результате поглощения температуры за счет теплопередачи от тепла пара к мазуту плотность ультата разогрева плотность мазута уменьшается и текучесть его растет. И тогда только возможна его подача на топливо по топливосистемам в горелочном устройстве. Вот показано вам железнодорожная цистерна привозит я вам показываю ведь железнодорожная цистерна привозит уголь она через нижние впускные отверстия горловины цистерны сбрасывается в приемные емкости расположенные на теле далее насосом поднимается в расходный резервуар через грубый фильтр очистки и насосом низкого давления через подогреватель мазута и фильтр тонкой очистки насосом высокого давления показываю пострелки вам мазут перемещается в топ в горелочном устройстве в топ рециркуляционная мазутная линия позволяет подпитывать я вам показываю стрелкой зеленая линия подпитывать и расходный резервуар и перед подогревателем мазута подпитку этих линий подачи мазута особенность подогревателя мазута в том что открытый контакт с нагревателем невозможен так как возможно воспламенение мазута и его летучих уделяющихся при нагревании поэтому трубчатый подогреватель называемый муфельные печи позволяет прогревать мазут повышать его температуру для того чтобы обеспечить его наибольшую текучесть и прохождение через тонкий фильтр но высокая температура мазута позволяет обеспечить его легкое воспламенение быстрое сжигание полное сжигание мазута в топке для того чтобы уменьшить отбор тепла от факела топки для подогрева мазута вот основная схема подачи подготовки мазута к сжиганию схема подготовки сжигания природного газа ассепарированный газ направляется ну и таким образом готовится сжигание природный газ и уже ассепарированный газ через трубчатый подогреватель поступает к горелочным устройствам горелочное устройство или горелки в данном случае пример пыли угольных горелок разным конструктивного исполнения но общий для них принцип заключается в том что они должны обеспечить как подогрев угольной воздушной смеси перемешивание поступающее вот пыль поступает а вот воздух поступает они перемешиваются обеспечивается энергия вихревого движения его дополнительное смешение турбулентным потоком и выбрасывание в туб для этого конечно различные конструктивные элементы используются но принцип я вам высказал один вот турбулентная пылеугольная горелка вот пока турбулент комбинированная пылегазовая горелка щелевая пылеугольная горелка чем она почему щелевая потому что поступает разделенными потоками типа ламинар а дальше там в горелочном устройстве происходит размешивание подогрев горячим воздухом который параллельно поступает вот видите вот сюда поступает воздух сюда поступает пылья использование горелок вот показано здесь вихревой топки они наклонены под углом чтобы обеспечить продолжение вихрового движения которое задан был непосредственно в горелочном устройстве горелка движение этого вихревого потока самой топки для того чтобы обеспечить наиболее быстрое эффективное воспламенение и полное сжигание этого топлива а также обеспечивает равномерность обогрева стенок на котором установлены тепловоспринимающие экраны виды мазутных горелок здесь показано что вот опять же двигатель который нагнетает воздух здесь показывает система регулирования мазот поступает смесь поступает и газ поступает кислородный зон позволяет оценивать состояние кислорода при сжигании горелка имеет на выходе огневой поток пакела образующий при сжигании этого топлива вот вам пример визуального представления входа пламени из горелок от устья горелочного устройства в топлив вот конструктивное исполнение горелок чтобы вы им изиализировали то устройство которое называется горелки для музыкала вида горелок газовый газ очень капризная жидкость среда извините меня среда которая легко восприимчива к взрыву поэтому взрывобезопасность использования газа и подготовки его сжигания это очень ответственный момент поэтому конструкции горелочных устройств горелок соответствующим образом подготовлены по стрелке показывают газ поступает по центральному каналу выбрасывается в общую камеру в эту камеру поступает воздух для смешения с этим газом и уже горючая смесь выбрасывается и воспламеняется за пределами этого конструкции горелки непосредственно в топе umb непосредственной оградите сделай выводы у нас рассмотрены Типы горелок для твердого топлива, для жидкого топлива и горелочного топлива. И рассмотрены виды систем пылеприготовления топлива с сжиганием. Поэтому вам задание обеспечить для себя в результате самостоятельной работы над материалом, расширение кругозора по этому материалу, представление тезисов, коротких записей, раскрывающих степень вашей подготовки. И ответить на поставленные вопросы такими лекциями. Необходимость горелочных устройств и системы тепловоподачи. Особенности устройства горелок для топлива, особенности устройства горелок для мазута и для газового топлива. Особенности подготовки твердого топлива сжигания. Мазут – это шаровые пулеразмолвенные мельницы. В чем особенность конструкции барабанных мельниц? Спасибо за внимание. До свидания.